в конце дня когда все кто приехал бы куряне кататься на лыжах отдыхают отдыхает может быть кафе в ресторанах или у телевизоров здесь на этом катке тренируется хоккейная команда которая называется именно напомню по-грузински это сокол команды которые имеют уже международный опыт она играла в украине в армении и тренируется сейчас сожалению в этом году всего лишь пятый раз потому что в бакуриане не открытого катка в этом году всего лишь пятый раз из-за того что погода не позволяла залить этот каток ну и вообще команда к сожалению тренируется довольно редко вынуждена ездить на тренировке в батуми или в тбилиси но тем не менее вы видите довольно серьезная команда которая уже играет наравне соседями или по крайней мере с профессиональными хоккеистами и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы стоим у дома, который построен одним из украинских переселенцев, наверное, больше 100 лет назад. И рядом со мной Игорь Бандур. Он инструктор по горным лыжам и заместитель председателя ассоциации украинцев Днепр. Украинцев, которые проживают в Бакуриане и в Боджоне. Пойдем посмотрим дом. Пойдемте, пожалуйста. Это дом Ивана Бандура. И соседи мне сказали, что он построен больше 100 лет. Это один из самых красивых домов. Один из самых красивых, один из самых старых домов, которые построили именно украинцы. Ой, представляете, как вот мы идем, как на вашей исторической родине в Полтаве, где-нибудь в полтавской деревне. По сугробам. Да. И вот эта красота, которую вот мы сейчас видим и смотрим. Так, поднимемся. Упс. Так. Потихоньку. Заберемся. А как строили эти дома? Срубы из тех сосед, которые росли здесь? Да. Вот именно эти срубы. Здесь рубили эти сосны. Это ель, сосна. И вот из этих деревьев строили вот эти дома. Игорь, как появились украинцы в Бакуриане? Украинцы в Бакуриане появились в 1835 году. Первые поселенцы в этом поселке Бакуриане именно были Бандур, Гава, Устеменко, а потом уже заехали Хализовы и многие другие. В первую очередь они приехали в Бакуриане, а половина, здесь у нас недалеко есть так называемый поселок Тори, где поселились там. Некоторое время прожили в этом Тори, а потом уже с Тори расселились. Кто переехал уже дальше в сторону Ахалциха, там есть село Сакунетти, туда переехали украинцы там. В Месхо-Джевахетской долине, вот возьмем Ахалцих и Ахалцихский район, вот там очень много украинцев проживает. Вот именно они, истории, кто туда переехал, в Месхо-Джевахетскую долину, в Ахалцихе, а кто в Бакуриане. Ваши предки рассказывали о том, как украинцы привыкали к этой земле, все-таки приехать из Полтавы с равнинной Украины сразу в город? Наши предки, которые приехали сюда впервые из Украины, из Полтавской области, из Полтавщины, они приехали на своих повозках, на бричках. С Украины? С Украины сюда они приехали на повозках, на бричках, с этими запряженными быками. И вот они сюда приехали, и с собой они сюда везли гнет, камни. То есть, вот будешь солить капусту, гнет нужен, чтобы давить. Это камни ввести в горы? Да, камни, они, когда приехали, увидели, что здесь не пустыня, а именно горы, они тогда выбрасывали эти камни, не нужно было. Но это осталась легенда, что украинцы оттуда со своими камнями приехали, на повозках, на этих бричках, со всеми... А капусту квасят? Квасят. Игорь, а что еще осталось у украинцев, бакуряне, от украинцев, которые переселились? Если честно сказать вам, вот что осталось именно этого украинского, то, что наши предки сюда приехали, это только одно, единственное, что вот предки приехали сюда из Украины. И фамилия? И фамилия, больше ничего. Да, но здесь за почти 200 лет столько перемешалось людей, в бакуряне живут. Здесь перемешалось. Украинцы, украинка вышла замуж, за осетина. Украинец привел в жены грузинку. И эта вся вот эта кровь перемешалась так, что вот, чтобы сказать, что вот именно чистокровные, там это уже, чистокровные были те, кто приехал с Украины. Игорь, а зачем тогда вы создавали ассоциацию украинцев? Мы эту ассоциацию создали благодаря Тбилиси. Есть наш президент ассоциации этой Днепра, Борис Синюк. Благодаря Борису Синюка создалась вот эта ассоциация общества украинцев Грузии. Он первый начал в Тбилиси все это дело создал. И потом уже начал по всей Грузии ездить, выспрашивать, где украинцы живут, сколько их живет. И вот благодаря Синюка мы создали вот эту ассоциацию украинцев. Ну хорошо, а что вы делаете-то в этой ассоциации? Ну, не знаю, когда люди собираются одной национальности вместе, там они изучают язык или вспоминают свои традиции. Вот в прошлом году к нам приезжал посол. Мы здесь открыли украинскую церковь. Сейчас туда невозможно подняться, потому что снег. Вот летом приезжайте, поднимемся туда. Это церковь Святой Троицы. Это украинцы, наши предки, которые сюда приехали. Вот они обосновали и там построили эту церковь. Она потом со временем разрушилась. Ну вот сейчас женщина взяла на себя всю эту организацию и построила добротную, красивую церковь, куда каждый год во время праздника Святой Троицы мы поднимаемся, украинцы. Там жертвоприношение приносим барана, там кто петуха отпускает, кто барана режет. И вот там собираемся, сидим и отмечаем этот праздник. Да, вареники готовятся? Обязательно. А борщ? И борщ готовим. То есть все-таки украинское что-то осталось? И вареники готовим, и галушки едим. У нас все есть. Насчет украинской кухни у нас, как везде... А горелку заменяют чача? А горелку нет. Почему? Горелка тоже у нас есть украинская. В магазине, в любой магазин зайди, пожалуйста. Горелка есть, перцовка. Украинские эти спиртные напитки, пожалуйста, это без проблем. Представьте себе, что появилась такая необходимость и переезжаете жить из Бакуриани в Полтавскую область. С гор и опять на равнинах. Почему нет? Вы меня извините, но этого нет. Я сын гор, я родился в горах, вырос в горах и умру в горах. Потому что горы – это моя стихия. У меня была хорошая возможность пожить. У меня жена из Читы. Была возможность поехать в Читу, жить. Тесть у меня был большой человек в то время. Так что я лучше гор, как говорил и говорил Владимир Висоцкий.